Йоу, ребята, всем привет! И это не очередная распаковка на моём канале. Возможно, удивительно, с учётом того, что в последнее время я выкладывала только их, но, собственно, поэтому я и решила немного разбавить свой контент биндер-туром. Но биндер-туром не на свой основной биндер с картами, а на свой биндер с неформатным картоном. Что касается основного биндера, в целом, в последнее время произошло достаточно много изменений. Сначала была затишье, потом буквально на днях опять жёсткий кризис, я опять переделала абсолютно всё, опять выставила 120 карт на продажу и обмены. Если что, вы можете подписаться на мой телеграм-канал, потому что про всё это я пишу там. Ну а сегодня я вам хочу показать свой неформатный картон. Я настолько давно показывала этот биндер у себя на канале, что, мне кажется, многие даже не знают про то, что у меня он в целом есть, и про то, что я собираю неформатный картон. Но да, я его собираю. Я не собираю всё и не хочу собирать много, но, тем не менее, есть клёвые штучки, которые мне нравятся, которые я бы хотела иметь у себя в коллекции. И я очень люблю этот биндер, вот честно. На данный момент я люблю его даже больше, чем свой биндер с картами. Мне очень нравится, как я там всё организовала. Есть, может быть, пару каких-то моментов, но в основном вот он сейчас в плюс-минус идеальном состоянии, так что я решила, что это хорошая возможность показать его вам. К тому же я не думаю, что в ближайшее время там что-то поменяется. Так что погнали! Сам биндер у меня от Мяу Кафе. У нас здесь есть кошечка 1 и кошечка 2. Обычный пластиковый белый биндер. Первая страничка у нас выглядит вот таким образом, и это не калаш, как вы, наверное, могли подумать. Это упаковка. Однажды мне положили карты в картонке, которые украсили вот таким образом, и я подумала, что это очень красиво, я бы хотела это сохранить. Поэтому я подумала, что было бы неплохой идеей положить это к себе в биндер с неформатом на первую страничку, потому что выглядит это плюс-минус как калашик, и в целом мне очень нравится цветовая гамма, и тут у нас фоточки, ребят, с концертов каких-то, и, короче, это всё так классно, поэтому да. Но на обратной стороне у меня также лежат упаковки. Это была моя единственная покупка с шопа. Одна из самых первых в целом моих покупок, и мне упаковали карты вот в такой лист из фотобука Максидента с Минхо, а вот это я вам поближе покажу. Здесь мне также упаковали карту в фотобук, но уже I'm Not, и у меня здесь минбины. Для тех, кто не знает, а на ютубе я вроде бы про это не говорила, я обожаю юнит минбинов просто всей душой. Это один из моих любимейших юнитов, я прям их люблю очень, и да, естественно, я это сохранила. Но перед тем, как мы начнём смотреть сам став, я хочу вам рассказать, как у меня здесь всё лежит. Для начала у меня лежит став с корейских альбомов, начиная с новой эры, то есть с эйд, и до старой максимально, что у меня там есть. Потом идёт немного Японии, потом мембершип, гритинг, и, короче, там дальше уже поймёте. Собственно, эра эйд начинается у меня вот с таких прекрасных посткардов из леттер-версии. Безумно вообще люблю эту версию, люблю эти концепты, и вот здесь у меня лежат такие замечательные месо, и на обратной стороне аени. Очень-очень красивые вообще, я так люблю эти посткарды. Дальше очень неформатные, вообще непонятные штуки, которые у всех там разваливаются, и я не знаю, они мне не особо нравятся, может, я потом их уберу. Ну, короче, у меня их было две. Одну я разделила, и вот у меня здесь лежат опять месо. У минхо видно только глаза, потому что размер непонятный. И вот здесь у меня сынчоны. Сынмо какое-то время был моим брекером, и плюс мне очень-очень нравится вот его этот образ конкретно, поэтому я подумала, почему бы нет, пусть будет. И у меня здесь атае не только его лиси глазки остались. Ну, да ладно. Дальше чуть-чуть пустого места. Вот здесь у меня по планам должна быть штука из лимитки, где они в красном дыму, вот в этом в кальяной фотолись. Хочу сюда вот эту лимитку минхо положить, но в Японии они очень любят завышать на это цены, и я не хочу брать эту штуку за, сколько, я не знаю, 800 рублей. Короче, пока без неё. И вот это вообще от стикеров, по-моему. Оно просто типа чёрненькое подходит под атмосферу, поэтому пускай. На обратной стороне у меня вот эта юнитная штучка с ребятами в двух их образах фотобучных, и опять из-под наклеек, только уже во втором концепте, и здесь типа немножко мэтчится. На этом Эра Эйд у меня заканчивается, не так много всего, тем не менее. Мы перемещаемся в Эру Рокстар, одна из моих любимейших Эр, и начинаем мы её с прекрасного посткарда минхо. Я просто обожаю эту версию, я обожаю этот концепт, один из моих самых любимых вообще в ту эру. И это так красиво, что я была обязана положить эти посткарды к себе в биндер, поэтому, да, начинаем именно с них. Здесь такой вот челик в очках у меня сидит. Дальше вот такой разворотик, всё бы прекрасно, но меня немножко триггерят вот эти розовые штуки. Но и ладно, и так пойдёт. Вот, обожаю вот эту фотку и вот эту фотку. Ну, про профиль, я думаю, ничего говорить не надо, но вот это просто, боже, я её очень люблю. Просто посмотрите. Я не знаю, вообще, боже, я обожаю этот концепт. Дальше тот же самый образ, всё ещё. И здесь у меня мяурача, а на обратной стороне фотофильм, который я просто безумно люблю. Он очень-очень красивый. А также неофициальный коллажик, который мне сделали, но он в этом образе и очень хорошо сюда подходит. И я подумала, что я бы очень хотела, чтобы он здесь лежал, потому что смотрится восхитительно. Спасибо, Сони. На обратной стороне у меня лежат стикеры. И здесь послание от Сони как раз-таки. И опять длинные неформатные штуки, которые сложно размещать, но вот я как-то сделала плюс-минус адекватно. Вот здесь тоже пустое место. Здесь будет американская штука. Я прикреплю фотографию, я её уже купила, она ко мне едет, так что скоро здесь тоже будет прикольная страничка. А наверху эта штука из хедлайнера, и я её сложила таким образом, чтобы было видно минбинов. Я уже говорила, я обожаю минбинов. И здесь минхо ест яблоко, бинни ест леденец. И вообще будет красиво, потому что вот эта американская штучка, она тоже в этом же образе. Всё ещё эра рокстар. У нас здесь обратная сторона хедлайнера, и здесь получаются хиончаники. Дальше один импостер, это у нас файвстар, штука из лимитки. Но она просто очень хорошо мэчится сверху, вот с этим хедлайнером, поэтому я подумала, что путь будет тут. Ну и завершает нашу эру рокстар прекраснейший постер минхоше из лимитки. И я его просто обожаю, опять же, потому что этот образ — это моё всё. Здесь у нас уже конкретно начинается эра файвстар. Посткарды минхоше для сони. И дальше одна из моих любимейших страничек. Она просто очень красивая. У нас здесь посткартик гени, также есть американская штучка и коллажик, который клали во все обычные регулярки, и которые потом всем было некуда девать. Хочу вам показать её поближе, просто потому что она вся в одном образе. И очень красиво смотрится, очень яркая страничка. Безумно мне вообще нравится. Прям, прям красота. Дальше на контрасте чёрно-белая страничка. С левой стороны у меня наклеечки из пайвстара. И с правой стороны у нас уже начинается эра максидент. Газетка, или точнее лирика. Просто она безумно красивая, и я подумала, что она бы хорошо здесь смотрелась, поэтому да. Всё ещё лирика. И также посткартик йени. А на обратной стороне посткартик минхо. У меня также был посткарт с же сони, но он мне не особо нравился, поэтому я его убрала. А вот здесь у меня минхоша с синими волосами. Обожаю его, этот цвет волос. У нас здесь тоже из лимитки гармошка и его письмецо. Вот сюда, на обратную сторону, я не стала ничего класть, потому что мне очень нравится задник у письма. А вот здесь у нас лежат юнитные гармошки. Хёнхо и чонсоники. Очень красивые, и я специально положила именно этой стороной, потому что у нас здесь тоже есть пузырики, и типа мэтчится. You know? На обратной стороне всё ещё гармошки юнитные, но уже в другом образе. И начинается следующая эра. Следующая эра у нас Одинери, но здесь будет не только сам Одинери, но ещё и всякие штуки с концертом Мэнниак. Ну и, собственно, сразу мы видим самый котёночный в мире кот, у которого, кстати говоря, сегодня день рождения. Я снимаю это в день рождения Мэнхо, да. Такой вот котёночный, просто делает эти лапки. Безумно хотела этот полароид из DVD. Нет, вру, из Blu-ray. Да, очень красивый. И здесь у нас на контрасте такой вот лебит-кролик. Очень красивый разворотик, на самом деле, такой светленький, прикольный. Здесь у меня штучка из лимитки. Это была гармошка, но я её разрезала, оставила себе только Мэнхошу. А также вот эта штука, я покупала её очень давно в офлайн-магазине. Может, кто-то помнит ещё с давней-давней распаковки. Просто увидела, я даже не знала, откуда это, но мне очень понравился цветокор и то, какой здесь Мэнхоша, поэтому я купила. А на обратной стороне у меня здесь полароид из DVD в очень красивых ярких розовых образах. И вот здесь внизу тоже пока пустое место, но здесь будет в этих же образах посткарт, но из DVD уже там такая типа открыточка. Вот, и будет такая яркая розово-красненькая страничка. Прикольно. На обратной стороне здесь пока ничего нет. И дальше Эра Нуизи. Мои любимые Менчоники, очень-очень их люблю. Мои любимые Ариран. Обожаю эти образы. И, конечно, эта гармошка обязательно должна была быть у меня в коллекции. Продолжение Нуизи. И здесь у меня просто оставшаяся неформация этой эры. Синара полароид Минхо с розовыми волосами. Я очень-очень люблю этот полик. И замечательная лакедрошка, которую я распаковывала в последнем видосе в красных образах. Безумно её хотела. И очень рада, что теперь она тут есть. Такая немножко красно-чёрненькая страничка. И здесь уже начинаются японские релизы. А точнее SocialPay Super Bowl. Посткарды из панклубной версии Минхо в одном образе. Очень красивые. Мне очень нравятся. И на обратной стороне последний третий посткарт в другом образе. А также у меня есть... Я даже не могу назвать это картой. Но однажды я купила вот такую штуку. Spotify, Sony Music. Я даже не знаю вообще, откуда эта штука. Но она просто в тех же самых образах. Поэтому я решила вот сюда её убрать. Виндер с картами. Кстати, я не могу её положить, потому что она слишком большая. А на правой стороне у меня мерч с Toy World. Во-первых, супер-супер котёночный Минхо. Тоже я его недавно распаковывала. Я просто мечтала об этом посткарте. Он здесь замечательный. И вот эту штуку давали на самом фанмите. Я на него ходила, для тех, кто не знал. И у нас вот эта сторона еще онлайн. И с обратной стороны маннелайн. И вот здесь тоже пока пустое место. Я всё ещё не купила. Но я просто мечтаю купить этот посткарт. Это просто... Это лучшая фотография от Уми. Я не знаю, за всё время я безумно их люблю. Потому что у них здесь буквально вайбы. Black Cat и Golden Retriever. Я думаю, это заметно. И вообще, это... Вот просто посмотрите и убедитесь сами. Это прекрасно. Я об этом просто мечтаю. Но японки тоже очень на это любят завышать цены. Так что пока что без него. Но здесь будет тоже хорошо мычиться. Потому что у нас как раз тут будет Сунмоша. Продолжение Японии. Здесь штучка из японского фан-клуба. А также Merry Christmas. Рандомно. Ну да ладно. Дальше страничка полностью посвящённая мембершипам. Только Минхоша. Со второго поколения. С четвёртого поколения. И общая открыточка с третьего поколения. Безумно её хотела. Она очень-очень красивая. И я была так рада, когда её купила наконец. Ну и собственно сам конвертик, в котором лежала вот эта открытка. Я решила его тоже оставить. На обратной стороне открыточки у нас послание. Сам конвертик опять же. И здесь немножко рандомно. Во-первых, с гритинга 24-го года это гирлянда Минхо. А также вот такой фокат. Я его ещё не распаковывала. Так что сделайте вид, что вы не видели этого. Но да. Такой японский фокат. Очень прикольненький. Я его хотела. Но здесь Минхоша ещё с фиолетовыми волосами. Дальше здесь у меня открыточка Йени с чеджу. С белыми волосами. Очень я её хотела. Он тут просто замечательный. И также он с белыми волосами. Но это у нас японский гритинг 23-го года. Безумно мне нравится эта локация. И вот они здесь вдвоём такие блондинщики сидят. А на обратной стороне у меня из того же гритинга 23-го года японского вот такие полароиды. Тоже очень красиво. Мне безумно нравятся образы. Дальше опять что-то японское. Упаковка от Пудинга. Это была коллаборация, насколько я помню. И вот посмотрите, в каком образе здесь Минхоша. И в этом же образе. Вот я думала, что это посткарт. Но на самом деле это вообще наклейки. Я узнала об этом только недавно, когда распаковала. Опять же, в распаковках этого пока ещё не было. Но для вас небольшой такой спойлер. Очень мне нравится такой Минхоша. Опять котёночный вообще замечательный. И на последней страничке у меня здесь такие мясо из гритинга 23-го года, но уже не японского. Минхоша у нас здесь фермер-огородник. А Джессони у нас здесь мышка, которая любит сыр. Такие они очень смешные здесь, поэтому решила их оставить. Собственно, на этом всё. Это был весь мой биндер с неформатом. Возможно, не так много всего, но я очень его люблю. Этот биндер хоть и не является моим приоритетом, и он достаточно редко пополняется. Но тем не менее, каждая открыточка, каждый посткарт, вообще каждая картоночка, которая здесь есть, я безумно её люблю. И я очень рада, что я это купила. И мне нравится, как здесь всё лежит. И вообще, сейчас я вот прям безумно его люблю. И вообще, любите не формат. Я надеюсь, что в будущем он также будет немного пополняться. Медленно, но верно. Собственно, на этом всё. Я уверена, что видео получилось не таким длинным. Но, надеюсь, оно вам понравилось, и вы немножко отдохнули от типичных распаковок, которые выходили у меня в последнее время на канале. Ожидайте видео про основной биндер, также распаковочки. Ну и в целом, заклядывайте в мой телеграм-канал, в котором пишу все новости. И в целом, скидываю все подряд. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Всем большое спасибо, просмотр. И всем бай-бай!